Локализация, ликвидация и обеззараживание очага химической аварии. Всю эту работу проводили порядка 200 сотрудников экстренных служб Сочи. Ко всему прочему, спасатели тушили возгорание, эвакуировали людей. По сценарию командно-штабных учений на сочинском мясокомбинате произошел выброс аммиака в количестве одной тонны. По замыслу, если даже аммиак возможно выльется в дальнейшем, хотя радиус действия его небольшой, всего 600 метров, тем не менее мы должны обеспечить безопасность нашим жителям. Поэтому мы проводим учебную эвакуацию жителей одного из многоквартирных домов в пункт временной дислокации. В пункт временной дислокации находится в санатории Нева, который действительно готов сейчас к приему граждан. При выполнении задачи по обезвреживанию облака аммиака были задействованы службы спасения ЮРПСО, Кубань-СПА, служба спасения Сочи, Росгвардия, пожарная охрана, полиция, скорая помощь. На место прибыло и 50 единиц техники. В числе первых участия в ликвидации техногенной ЧАЭС принимали и сами сотрудники мясокомбината. На предприятии функционируют внештатные аварийно-спасательные формирования. Ну а химически опасное вещество на мясокомбинате используется в производственном процессе. Напомню, аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом при выходе в атмосферу дымит и представляет угрозу как природе, так и населению. К слову, горожане, а именно жители микрорайона Донской, сегодня принимали активное участие в учениях, а именно в тренировке по эвакуации. Люди идут на контакт, прекрасно понимают, как это необходимо. Вы видели, как много людей задействовано. Они с удовольствием принимали участие, потому что это действительно необходимо. Одно – это на слуху услышать, а одно – прямо на деле вот это все увидеть и испробовать на себе. Организаторы, а это Управление гражданской обороны и защиты населения сочинской мэрии, по итогам учений поставили высокую оценку, в том числе готовности предприятия к противодействию и ликвидации последствий техногенных аварий. В целом, учения прошли согласно плану. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Подразделения аварийно-спасательных служб продемонстрировали слаженную работу. В Сочи проходит третий этап командно-штабных учений. Они уже прошли в Адлерском и Лазаревском районах. Теперь на очереди центр курорта. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.